Если у кого-то из власть имущих не работает голова, то, как правило, ответ несет его х**па. Здравствуйте. Наши люди недостойны жить богато, по мнению иных чиновников. Народ у нас в Башкортостане работящий и на селе, и в городе, но вот беда какая. В последние годы видим резкое обнищание людей. Для многих проблема, на что потратить последние деньги, на пару сосисок или купить сладости для ребенка. И все почему. Пенсии у стариков ничтожно мала. Трудоспособные родители сидят зачастую без работы. Если же кому-то и повезет на зарплату в 10-15 тысяч рублей, понятное дело, семью не прокормишь. И ведь такие деньги зачастую платят не только в сельской глубинке, и в городах схожая картина. Знаю это по опросам, которые регулярно проводит наш Уральский центр мониторинга и аналитики. Уж какими там эпитетами люди не костерят власти. Мы фиксируем, обобщаем, знакомим с результатами исследований чиновников. Те, понятное дело, ежицы пыхтят, а между тем позитива на местах пока не видно. Мужики от безработицы уезжают на севера. Молодежи на селе заняться нечем, потому избегают в города, где их между тем никто не ждет. Нынче республиканские власти стараются, правда, изменить общую картину безнадеги. Стучат кулаком по столу, пугает, но все это, увы, пустое. Вся беда наша в том, что мы не избираем власти на местах. Но нет у нас выборности мэров, глав районных муниципалитетов. Потому и местные чиновники народу не подочетны, а служат лишь верхам да своим личным интересам. А если бы был принят стандарт оценки глав городов и районов, где в числе прочих показателей еще и народ, да предприниматели давали оценку их деятельности, определяли бы коэффициент их полезности, KPI, то чистка местного чиновничества произошла бы сама собой. Сразу бы стало понятно, кто и как заботится о своем населении. Насколько внимателен тот или иной глава простым людям и их запросам. Да, по результатам опросов жителей Башкортостана, нашим уральским центром мониторинга и аналитики, видим, какого местного главу уже пора обыгнать метлой. Так давайте отстаивать наше мнение. Право на работу, достойную зарплату и жизнь одна, и она не бесконечна. Успеть надо сделать многое. Надоест нищенская жизнь, многое сможем поменять. А пока терпите чиновников самодуров до произвол на местах, так оно и будет. Подлежащий-то камень вода, как известно, не течет. На сегодня это все. Не прощаюсь. Всех благ. Ваша Элиана Саитова.